Вначале я решил проверить, что происходит с водой после кипячения. Есть сведения, что после кипячения часть солей выпадает в твердый осадок, а значит, общее количество солей в воде уменьшится. Правда это или нет, мы проверим прямо сейчас. Изменится ли pH воды и ее жесткость после кипячения? Станет ли вода мягче? Я набрал воду из скважины и залил в чистый чайник, в котором нет накипи. Вначале я замерил уровень pH. Считается, что идеальный уровень pH 7, а оптимальный от 6,5 до 8. Мой прибор зафиксировал уровень pH 8. Я ожидал такую цифру, так как жесткая вода всегда щелочная. Далее я замерил количество солей в нашей воде. На TDS-метре я выбрал режим измерения 442, который специально разработан для тестирования воды из скважин и колодцев. Мой прибор показал в воде 726 ppm, то есть миллиграмм на литр. Это очень много. Такую воду нужно обязательно очищать от лишних солей кальция и магния. Итак, я включил чайник и довел воду до кипения. Затем вода остывала естественным образом несколько часов. После этого, в ожидании чуда, я взял приборы и подошел к чайнику. Первое, на что я обратил внимание, на поверхности воды плавали мелкие белые частички. Пишут, это типично для воды с высоким содержанием солей. На дне чайника я увидел небольшой осадок. То есть, часть солей действительно перешла в нерастворимую форму и выпала в осадок. Затем я замерил уровень pH кипяченой воды. И, на мое удивление, pH не уменьшился, а увеличился до величины 8,2. Странно. Ведь по логике, часть солей уже не в воде, а выпала в осадок. И сейчас на дне. Почему pH стал больше? Друзья, я не эксперт по воде, поэтому буду рад, если вы проясните мне этот момент. Напишите в комментариях, почему вода после кипячения стала еще более щелочной. Пришла мысль, что, возможно, температура воды влияет на это. Когда я делал первый замер, вода была 15,9 градусов по Цельсию. А сейчас вода 21,1 градус. Хорошо, я решил проверить солесодержание, а затем подождать, пока температура воды опустится ниже и сделать замеры повторно. Далее я замерил уровень солей. Мой прибор показал 725 ppm, миллиграмм на литр. Непонятно, солей в воде после кипячения столько же, как и до кипячения. А как же и теория, что соли выпадают в нерастворимый осадок? А как согласиться, что после кипячения воды уменьшается содержание солей? Пока у меня нет ответа на эти вопросы. Я решил подождать пару часов, чтобы вода немного остыла, и снова сделать замеры. Прошло 2 часа. Температура воды 17,9 градусов по Цельсию. Повторный замер уровня pH снова показал 8,2. Ничего не изменилось. Затем я сделал повторный замер количества солей. Прибор показал 709 ppm. То есть, спустя 2 часа, а может быть из-за того, что температура воды стала ниже, количество солей в воде уменьшилось с 725 ppm до 709 ppm. В связи с этим у меня возникли вопросы. Первое. Почему после кипячения изменился pH в большую сторону? Второе. Почему после кипячения количество солей не изменилось сразу? Третье. Почему через 2 часа количество солей уменьшилось на несколько процентов? Друзья, жду ваши комментарии, вопросы, подсказки. Поделитесь тем, что вам известно по этой теме.